Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, вы на канале Ушатайка, и вот заканчивается второй день моего пребывания в австралийском Перте, где пройдет турнир UFC 284. Ух ты, вот он газанул сейчас, да? А пройдет он на вот этой вот арене, которая находится за моей спиной. Этот материал будет разбит на две части. Это влог, 6-минутный примерно, о Перте, собственно, и большое интервью с менеджером Ислама Махачева Резваном Магомедовым, которое мы записали вместе с Ярославом Степановым. Надеюсь, в ближайшие дни у нас на канале появятся и интервью с самим Исламом Махачевым. Мероприятий будет много. Завтра, то есть в четверг, медиадень, потом открытая тренировка, на следующий день пресс-конференция, потом уже взвешивание, ну и сам турнир. В общем, будет о чем рассказать и что показать. Приятного просмотра! В данный момент я нахожусь в гаване, откуда я отправлюсь на пароме зоопарк. Он просто находится на другом берегу реки. Ну и я надеюсь, наконец-то увижу настоящих живых тенгуру, а не тенгуру в бронзе, как это было вчера. Вот такая медуза плавает прямо возле пристага. Итак, друзья, вход в зоопарк Перта. Цены перед вами. Умножайте на 50. И тогда получите стоимость в рублях. Где-то здесь есть крокодил. Давайте его искать вместе. Вот, честно, я вообще не вижу. Ну вот, действительно, самый большой крокодил в мире. Блин, хочется посмотреть на самого большого крокодила в мире. А его нету. Ага, попался. Как будто бы камень, но нет, это он лежит там. Так, это зона отдыха тенгуру. Вот они, отдыхают. Действительно отдыхают. В общем, четыре. Еще три. Там одна. Или один. В общем, восемь кенгуру, ребят. Здесь они не прыгают, они просто лежат себе в тенечке. Так, нашли кенгуреныша, который не спит, а чешется. Кенгуреныш накачанный. Вспоминая слова Петра Яна. А вот тут живут коалы. И одну я все-таки нашел. Вот она на дереве спит. Вот она, лежебока. Вот только что экскурсовод сказал, что коала спит 21 час в сутки. Так что увидеть активных коал практически нереально. Если хотите их увидеть, ищите видео на ютубе соответствующее. Такие есть. Они там еще очень громко кричат. Так, а вот с этими ребятами лучше дела не иметь. Это, ребята, опасные. Это османские дьяволы. Вот это, я так понимаю, что справа самки, а вот это самец. Вот это пасть. Это, конечно, укусит, мало не покажется точно. Небольшой городской пляж, где никто почему-то сейчас не купается. Так, табличек. Не купаться здесь, кстати, нет. Вот я думаю, будь такой пляж в Москве, будь такая погода в Москве, там плюс 30, здесь было бы, не знаю, человек 500, наверное, вот на этом небольшом отрезке земли. И немного о нравах жителей Перта. По моим впечатлениям, народ здесь радушный, добродушный, отзывчивый, улыбчивый. Да, тут люди друг к другу улыбаются, и на мой взгляд, улыбаются искренне. Вот эти истории, что фальшивые там улыбки и прочее, я не верю. Но обычно, если тебе кто-то улыбается, ты ему улыбаешься в ответ искренне. Что касается отзывчивости, могу даже привести конкретный пример. Я здесь с женой и с маленьким ребенком, когда гуляем, ребенка возим на коляске. Вот когда ехали к паромной переправе, вернее, не ехали, а шли, конечно. Вот, там была лестница вниз, и почему-то не было пандусов. Вообще отсутствие пандусов здесь редкость, то есть где они нужны. И тут это все имеется в достатке, как, собственно, и лифты там. Где-то, 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 где-то. Ну, так вот, перед нами шел дедушка лет 80-ти. Крайм глазом увидел, что мы с коляской, а бандуса нету, и предложил сам помощь. Мол, давайте, ребята, я вам помогу ее спустить. Дедушка 80-летний, не меньше. Вот такой вот здесь народ живет. А сейчас я направляюсь сюда, отель «Хаят», где живут бойцы, участники UFC 284. Да, это там, в этом гостиничке. А сможем, да, что-то, да, сделать? О, от души. Ну, да. Парни. Нет? Мы ждем. Нет, я тоже сделаю. Да? От души, спасибо большое. Тогда вечером. Все, тогда спишемся, и вечером все. Все, договорились, тогда на связи. Резван, вот сложилось впечатление, что бой Ислама и Волкановски, он нетипичный для таких очень больших боев, сложился как-то очень просто, вот как будто бы. То есть они там вышли, провели битву взглядов после последнего боя Ислама, и уже там буквально через месяц стало известно, что бой будет в Австралии. А действительно ли все было настолько просто, или там какие-то другие опции тоже рассматривались там в какой-то момент? Да, ничего сложного, наверное, не было. Просто у обоих спортсменов было желание провести этот бой, поэтому никаких трудностей. И как и у обоих бойцов, так и у организации было желание провести такой бой, поэтому никаких трудностей с организацией этого боя не возникало. И UFC тоже не рассматривал, да, каких-то альтернатив для Ислама? Там было два варианта развития событий. На тот момент дрались с Майкл Чендлер, с Дастином Парье, и в случае, если Майкл Чендлер выигрывал бой с Дастином Парье, он становился претендентом. И была такая опция, что пройдет бой Махачев-Чендлер. Ну, Майкл Чендлер проиграл, и у Дастина Парье нет уже титульных амбиций, как он сам много раз говорил. Он там уже ищет боли какие-то, все пытается вызвать там третий или четвертый бой, как он там с МакГрегором, что-то деньги зарабатывать пытается. Вот эти две опции были, и выбрали лучший из них. Вот по сути сейчас идет бой за такое звание первого номера Pound for Pound. А дает ли оно что-то в плане каких-то привилегий, продажи, pay-per-view, еще какие-то выплаты и все остальное, или это просто рейтинг и регалии больше? Не, любой рейтинг, он всегда прибавляет статус на стихбое, то есть он всегда прибавляет больше внимания, он всегда привлекает больше зрителей со спортивной точки зрения. Поэтому это все-таки сопутствующие, так сказать, цифры экономические к этому. Вот прогремела новость относительно недавно, что Хабиб так отошел более-менее от ММА. Да, ну в плане он не будет там секундировать, может быть не будет так плотно появляться в тренировочном лагере и все такое. Вот у меня была теория, что он как бы сознательно это сделал, чтобы просто ребятам как бы дать такую возможность для какой-то автономной известности, да, получения. Там, чтобы побеждал там условно не там друг Хабиба, Ислам Махачев, он побеждал там Ислам Махачев, чтобы становился известным не брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, а сам по себе Усман Нурмагомедов. Насколько это вот тоже имеет место или как бы об этом в последнюю очередь думать? Ну там наверное совокупность всех факторов, может быть то, что ты сказал являлось тоже правдой, да, может належало каким-то кирпичиком к этому решению. Но все-таки основная причина была это то, что человек просто хотел побольше проводить времени со своей семьей, но нету такого, чтобы он полностью отошел. По-моему он даже на расстоянии, кажется, еще больше беспокоится за то, что контакт не может, но там со мной только каждый день переписывается там, как что-то, узнает обстановку. Ну так же и с ребятами тоже постоянно проявляет. Просто поменьше, поменьше теперь будет в разъездах, поменьше будет на тренировочных сборах и больше будет уделять время своей семье. Это наверное основная причина, то, по которой он решил. Ну и в остальном, остальные ребята тоже уже как-то все состоявшиеся спортсмены, их там не нужно никого водить, там, как говорится, за ручку. И команда, я думаю, довольно-таки успешно будет продолжать работать и получать, достигать цели, да, на таком же высоком уровне. А как думаете, а во время боя Хабиб в случае по WhatsApp не будет переписываться с кем-то из секундантов и давать подсказки? Не знаю, не исключаю такого варианта событий. Просто не всегда во время напряженных боев у секундантов хватает времени или даже нервов там заглядывать в телефон или что-то читать. Как ты думаешь, вот если оценить, там, с точки зрения бизнеса какого-то, вышел ли Ислам сейчас на уровень популярности Хабиба образца до боя с Хонором? То есть, там, и можно ли это как-то оценить, там, в плане спонсорских контрактов, интереса, предложений и всего остального? Ты знаешь, если ты хочешь спросить выше, вот, по каким-то там цифрам, то да, может даже он выше. Но тут нужно учитывать такой факт, что и сам спорт вырос за это время. Сколько прошло? Пять лет? Ну да. Да, где-то пять лет. За пять лет сам спорт вырос. И такие, как раз такие люди, как Хабиб, внесли огромную лепту именно в то, чтобы этот спорт развился и, так сказать, привел новые регионы, целые страны к фанатской базе этого всего. Поэтому даже не знаю, как тебе правильно ответить на этот вопрос. Ну, ты, в принципе, сказал, что он уже даже, может, где-то зарабатывает больше, чем на тот момент ходит. Ну, до боя спорта. Ну, опять-таки, да, я повторяюсь, то, что и сам спорт, и вся экономика спорта тоже выросла. Ну, и сам Ислам Махач, я думаю, сейчас неименьшую популярность он занимает. И я думаю, Исламу сейчас как раз-таки не хватает такого, знаешь, антагониста. Вот всегда, как бывает, он сам парень добрый и особо нескандально известный. Но я знаю, если будет какой-то соперник, который там начнет, как говорится, провоцировать, да, и будет там уважительно к нему относиться или что-то такое говорить, то там уже, наверное, развяжется какая-то горячая такая перепалка, да. Ну, по сегодняшний день все соперники были довольно уважительны. И, как говорится, он не хочет выступать в роли плохого парня. А кто бы мог стать таким антагонистом, потенциально, как ты видишь? Слушай, я не знаю, я не знаю. Вот я думаю, бой с Майклом Чендлером был бы такой, да, ну, вот в тот момент, если бы он выиграл, потому что он там очень часто бросает всякие такие резкие высказывания, и там одно за другим могло бы получиться такое интересное и противостояние именно словесное. И хорошая раскрутка в бою. А вот история, ну, противостояние с Романом Царукьяном, ну, учитывая, что есть вроде бы реванш, что есть желание с обеих сторон там что-то говорить, ребята понимают друг друга и все остальное, как ты думаешь, эта история могла бы потенциально быть интересной, или это вот только в рамках СНГ, а англоязычная аудитория, она, ну, не так привлекательна для них? Не, я думаю, она была бы интересной, просто если ребята, главное, чтобы не переходили на этот русский, знаешь, чтобы это было понятно для обширной массы, а не только русскоязычной, то такое тоже было бы интересное. Но Роман Царукьян, опять-таки, ему нужно сейчас, как говорится, подобраться к этому титулу. Посмотрим, куда все придет. А переход в полусредний вес, является ли это опцией какой-то на будущее? Ну, даже не просто переход, а попытка забрать пояс там? Она не исключена. Она не исключается. Пока конкретных планов нет, никто там за спину Волкановскому или кому-то другому не заглядывает. Есть еще Волкановский, потом будет претендент в лице победителя боя Дариуш и Чарльз Оливера, опять-таки. Пока в дивизионе есть работа. Вопрос, наверное, не самый удобный, может быть, даже не самый приятный, но тем не менее, когда был конфликт между Абу-Бакаром и Хамзатом, который впоследствии закрыли, можно было как раз потом встретить часто в комментариях такое предположение, типа, вот у Ислама и Хамзата получился бы хороший бой. А насколько это вообще что-то, что потенциально в будущем возможно? Или, учитывая там то, как закончилась эта история, все, как бы, ну, свернулось? Не, история-то закончилась, там никаких личных и персональных конфликтов нет. Что касается спортивной составляющей, насколько я знаю, Хамзат перешел уже в еще высшую категорию, 84 килограмма, поэтому уже потенциально это, наверное, такой маловероятный бой. Ну, Резван, а есть ли такое, что у Ислама от боя к бою растут гонорары? Я имею в виду даже не вот это пепер-вью, а вот именно вот эти вот самые фиксированные цифры. Вот вам всегда интересны коммерческие тайны, потому что там есть цифры и, соответственно, конкретика. Знаешь как, я, наверное, тебе общими фразами отвечу. Гонорары довольно-таки хорошие, все довольны этими гонорарами и есть определенное уравнение, которое там от боя к бою переходит, там, то есть цифры становятся лучше. Вот сейчас выплаты именно от пепер-вью, они будут выше, чем за бой с ревейерой? Ну, допустим, если будут такие же продажи, если там больше получат именно от пепер-вью? Когда ты говоришь, такие же продажи, а какие продажи у тебя имеют? К сожалению, все не называли именно... Ну, мы не знаем продажи от Ольвера, потому что на тот момент продажи не получил, он не был чемпионом, а сейчас уже... А, не получил, понятно. Ну, стандартная практика, это то, что чемпионский контракт, в чемпионский контракт входит именно процент от продажи пепер-вью. Понятно. Ну, там просто, так скажем, два человека без пояса бились, поэтому я думаю, что малорары могли как-то разобраться. Я не знаю, какая там была именно ситуация с Чарой Золи Верой, так как он был чемпионом, потом не сделал вес его там, это уже его, как сказать, переговоры с организацией. Мы были претендентами на тот момент и удовольствовались тем, чем... тем, что имели, да? А сколько продали кстати тогда вообще? Я не знаю, не знаю. Мы и не интересовались. Наверное, можно узнать. Там проблема в том, что ожидать даже больших цифр не стоит, потому что основные страны-покупатели пепер-вью, то есть это Северная Америка, Северная Америка и Южная Америка. А так как турнир проходил в Абу-Даби, да, то это совсем такое несмотребельное время и неудобное время, это как раз таки. Но это то же самое, если бы делали пепер-вью, там, паразитскому времени, 6 утра, да, ну кто проснулся, мало там, может, такая где-то основная кучка таких хардкор-фанатов зашла бы посмотреть. Поэтому там априори ожидать каких-то больших цифр не стоит. Ну сейчас, кстати, начало турнира вообще удивительное. Я думаю, что главное будет где-то в 12.30, наверное, начнется по местному времени. Дня, дня. Да, как раз таки... Это проблема вообще? Да нет, не проблема, просто подстраиваешься заранее, да, там, допустим, все основные тренировки, вот Ислам тоже проводит как раз в 12 часов, да, ну, примерно время, когда он там будет выступать, чтобы организм был готов, чтобы он не спал в этот момент, чтобы вообще этот цикл накрутить. Большой проблемой не является. Вот Дэн Иваль сейчас прогнозирует, что это будет, возможно, там, самый большой турнир с точки зрения продаж платных трансляций, даже там, учитывая Конора, Хабиба и все остальное. Насколько к этим словам можно относиться? Ну, не как к словам, просто человек, который, как бы, хвалит свой продукт и, ну, говорит то, что должен говорить. Слушай, нам показали рейтинги этого боя. И на сегодняшний день пока точной цифры нету, но бывает всегда вот предположительная, как говорится, статистика, да, по определенным там показателям. И на самом деле это очень рейтинговый бой, и он бьет многие рекорды предыдущих турниров, которые были там до последних нескольких лет. Поэтому пока динамика очень хорошая. А как думаешь, за счет чего? Ну, то есть, просто с одной стороны есть Ислам, который, ну, понятно, да, пока еще, как бы за счет спортивной составляющей высокого уровня, за счет медийной, возможно, не такого высокого. И Волкановский, с другой стороны, который тоже такой спокойный чемпионок, так скажем. Но за счет чего, как ты думаешь, там, интерес к этому? Не, мне кажется, оба спортсмена обладают хорошей фанатской базой. Да, они там не скандалисты, не устраивают что-то такое, о чем там потом говорили бы, осуждали бы, или там защищали сотни тысяч и миллионов фанатов, все такое. Но и тот, и другой на сегодняшний день Александр Волкановский ни одного боя в этой организации не проигрывал, защищал свой пояс, уже не помню сколько раз, по-моему, пять или шесть раз в своем дивизионе. Так сказать, зачистил дивизион. И Ислам Махачев, да, хоть это первая защита, но он довольно-таки доминантные бои проводил в своем дивизионе. И, опять-таки, у него тоже очень длинная победная серия, но это не может не вызывать интересов вообще у любителей спорта, какого бы ни был он там, глубоко погружен в ММА или нет. Вот если говорить про бойцов доминантс ММА и про тех, кто, возможно, ближе всего к титулу, напрашиваются фамилии Анкалаева и Павловича, вот как бы ты в процентном соотношении оценил вероятность, что они до конца этого года получат возможность подраться за поясом? Все зависит сейчас от, если мы говорим о тяжелом весе, от исхода боя, вот, будет Нагану и Джонс, и там, кто станет чемпионом, и как рано он готов защищать. Если он будет готов защищать уже к концу года, то, скорее всего, мы увидим и Серегу в бою за титул. Что касается Анкалаева, то это, скорее всего, он, опять-таки, в одном шаге от титулного боя, ему должно, наверное, провести один бой, так сказать. Вернуться, не то, чтобы вернуться, а показать то, что он, как американцы говорят, real deal. Real deal. Да, и, может быть, в конце года как раз-таки подерется опять-таки в титулный бой. А есть возможность, что Сергей Павлович будет запасным под бои Джонса и Ганна? Да, такая имеется возможность. Сейчас это просто в обсуждении, но пока они... Ну, мы посмотрим, да, в ближайшее время. Если бы Сергей Павлович бился бы с Ганну, что бы мы его увидели? Если бы Сергей Павлович бился бы с Ганну, очень интересный бой. С Ганну, кстати, да. Да, с Францисом. Очень интересный бой, потому что оба нокаутеры, оба обладают такой, знаешь, нокаутирующей силой с одного удара. Честно, я вам скажу, вот, знаешь, возьмем вот без предвзяток, да, там Серега, наш клиент, мы с ним работаем, мой товарищ, сколько лет я его, знаешь, до работы даже мы с ним очень хорошо общались и дружили. Я бы здесь дал с небольшим преимуществом к Сергею. Я скажу, я объясню, почему. Он Ганну сила, у него неимоверная сила, он бьет хорошо, но он такой размашистый боец, да, он идет ва-банк, как говорится, и вот просто попадет, попадет. И часто он попадает, да, потому что он рискует как раз-таки. Серега же, мне кажется, более техничный боец, у него такая хорошая школа бокса, потому что он вышел вот так же из любительской карьеры. То есть у него бэкграунд такой намного сильнее. И он точно так же обладает точно такой же нокаутирующей силой, поэтому здесь шансы больше, наверное, у Сереги. А вы видели его тренировку, Сергея, в АК, то есть когда он туда ездил в 2018 году, он еще такие, не то чтобы сырым бойцом, но куда менее опытным, чем сейчас. То есть почему спрашиваю, чтобы вы бы сравнили вот того Павловича и нынешнего, то есть насколько вообще они сильно различаются? Они очень сильно отличаются и я думаю, и к следующему бою мы увидим еще лучшую версию Павловича, потому что он на самом деле еще молодой боец, но только исполнилось 30 лет. Для тяжеловеса это только начало карьеры, а он уже подступился к такому, знаешь, к вершине, так сказать, моей карьеры. Поэтому у парня еще все впереди. Как мы знаем, расцвет тяжеловесов это 34-35 лет. Слушайте, ну у него же теперь, наверное, возможно же Блейдс будет, верно или нет? Да. Так, но это уже боец совсем другого плана, чем его предыдущие соперники, то есть это все-таки не тот, не только тот, кто может стоить и надавать, но и забороть, и залежать конкретно. Справится Сергей вообще с таким напором? Да, справится, почему не справится. А защищается или нет? Чего, он бороться не умеет, что-то. Расскажите. Он же с дагестанцами дружит, он же работает постоянно. Нет, Серега, я опять-таки повторюсь, Серега постоянно работает над собой. То есть он не стоит на месте, да? Вы же сами видели там, если посмотреть там от начала, к каждому, от начала до конца его карьеры, к каждому бою он все лучше и лучше, как бы совершение боец выходит. И борьба у него абсолютно не хромает. И опять-таки, Кертис Блейдс, мы видели ранее, то, что со всеми его наемками борьбы его тоже можно отправить спать. Резонт, да. Я так понимаю, может, реально такой расклад, что бой Павловича Блейдса пройдет на одном турнире Гана и Джонса и просто будут держать в голове, что если что-то случится с главной парой... Нет, этого не пройдет, потому что было такое предложение, просто не было по времени, достаточно времени у Сергея подготовиться именно к этому турниру. У него там после последнего боя были травмы, которые нужно было заживить все, и он к тренировочному кемпу, так сказать, приступил в середине, наверное, прошлого месяца. А так изначально, да, изначально планировалось то, что Серега подерется опять тоже на этом турнире, но перенесли на апрель месяц. А точно это зависит уже? Надо посмотреть было до тогда. По поводу Шара Буллета, вы же ведь тоже будете, получается, его карьеру ввести? Что по бою следующему? Точнее, ближайшему, получается, UFC пока, да? Я думаю, его бой можно ожидать, наверное, к концу лета и начало осени. Это был первый бой, почему? Потому что практически там большинство турниров уже забиты. Если там кто-то не светит или какая-то замена, все такое, ну, UFC что-то для него готовит такое специальное и более какой-то интересный бой. И изначально было договоренность то, что он подерется к концу лета. Первый бой его. А это первый случай вот на твоей практике, что бойцу, по сути, да, с нуля предлагают условия, во-первых, ну, насколько там говорят, прям сильно выше, чем стандартный контракт с UFC. И настолько хотят его видеть вот в ростере, несмотря ни на что. Нет, это не первый случай, я видел такие случаи, это не первый раз, но на моей практике это, наверное, самый большой гонорар, который я видел, чтобы... У новичка? Да, у новичка. А за счет чего, то есть, чем так впечатлил Шара? То есть, кто-то реально наткнулся из матчмейкеров на хайлайты с его участием и такие, он нам нужен? Да, я думаю, не только о хайлайты, да, матчмейкеры посмотрели его бои, увидели большой потенциал. И, так сказать, стало интересно замотивировать парня еще больше, чтобы он еще усерднее готовился и как раз-таки раскрывался, так сказать, чтобы его ничто не мучило. А как вести его карьеру? Сразу на топов пытаться бросать или все это постепенно? Я всегда считаю постепенно. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим мы на его первые бои, как он проведет, да, как он себя покажет. Мы-то уверены, что он хорошо себя... Просто есть еще такая психологическая тоже составляющая, да, тут когда-то уже выходишь в большую организацию. Если он справится с психологической составляющей, она отлично, но опять, то там можно уже, как говорится, в большой план не заменить. Что сейчас с Eagle FC, в частности с отделением там в Майами, да, грубо говоря, за которое, по сути, да, ты отвечаешь? Что, есть ли какие-то новости, продвижения и будут ли турниры главные? Турниры будут. Пока, к сожалению, новости не могу огласить, потому что идет вся работа. Она занимает, на самом деле, больше времени, то, чем мы ожидали. Работа также ведется, там, привлекаются, так сказать, партнеры ко всей этой истории. И я надеюсь, то, что мы сможем вас порадовать уже новостями, наверное, в ближайшие, может быть, месяца, полтора, два. Вот так уже выйти с какими-то анонсами точными. А вы же потеряли, получается, спонсора вот этого... Сайтама, да, биржа, которая была? Я думаю, не только мы потеряли спонсора, вообще весь криптомаркет рухнул, да, там, когда это в мае прошло, в апреле прошло года, и просела, так сказать, большая... И она потянула за собой очень многие другие тоже, то есть, эти сегменты. И это сказалось, наверное, на всех отраслях, так сказать, и в спорте, и в медиа, и в другом бизнесе. Ну, ключевая проблема от того, что турниров нет, как раз отвалился, как бы, ключевой спонсор, да, и нужно искать налог партнеров, грубо говоря. Нет, я не считаю то, что спонсоров всегда можно найти, просто именно та самая... У нас есть план просто выйти с такой большой, так сказать, картиной, да. Мы показали то, что мы можем проводить по миру, мы показали то, что мы можем делать мирового уровня и высокого качества шоу. И сейчас непосредственно идут переговоры там с большими телеканалами, и все зависит от этого. От того, как мы договоримся и когда первые слоты, так сказать, появятся. А вот эта вот платформа FLX, у нее же там тоже какие-то проблемы, если не ошибаюсь? Она была стартовая платформа, площадка, на которой мы просто транслируем. Понимаете, есть такая штука вот. Мы проводим качественно высокие уровневые турниры, да. Но когда ты новый на рынке, а на американском рынке мы новые, да, мы ничего никого не показываем, но тебе приходится отдавать свое, как говорится, добро за бесплатно, зачастую или за какие-то маленькие деньги. Мы просто не хотели это все отдавать за бесплатно. И обладать полностью контентом, но также нам нужно где-то показывать, поэтому мы просто, так сказать, собрали и соорудили свою платформу, чтобы это донести людям. Сейчас рассматриваются гибридные варианты или продолжить работать с ней и с телевидением, как бы разделить или же полностью уйти на телевидение. Поэтому работа идет. А есть ли какие-то идеи по поводу создания некого новаторского, что ли, контента? Ну, то есть, чтобы это было не просто турнир по ММА, а именно с какой-то вот действительной реальной изюминкой. Ну, допустим, придем, например, к KFL. Они сегодня сделали такой чемпионат. На самом деле есть. На самом деле есть и очень крутая идея. Просто я не хочу сейчас разглашать, чтобы она пошла. Мы хотим, когда мы уже придем к ключевой точке, да, сделать там большой анонс, собрать все медиа и, как говорится, раструбить на весь мир. Есть. Крутая идея есть. Тяжело бизнесом. Не пощечины? Не-не-не, не пощечины. А вот, кстати, а вас не, не знаю, не расстраивает, что пощечины больше внимания уделяется, чем турниру UFC 284? Это именно если со стороны UFC смотреть. Я бы не сказал, что UFC уделяет больше времени пощечинам. Они, наверное, больше именно в социальных сетях делают на этот упор. Что касается именно телевизионной составляющей, то раскрутка идет по полной. Просто мы сами видели, ну, опять-таки, когда там немножко перевернули интервью к Славу Махачеву, да, сделали заголовок, типа, он там, счастлив, несчастлив, все такое. Недоволен раскруткой. Да, недоволен раскруткой. На самом деле не было никого на недовольство. Задали вопрос, а хотелось бы больше, но всегда хочется больше, да. Он был не против сделать там дополнительные там туры или все такое, но чтобы недовольства не было. И это как бы вызвало диалог, да, и в диалоге мы увидели то, что на самом деле раскрутка идет довольно-таки большая и по всему миру. Снова по поводу ближайшего боя. Была такая информация, что в контракте из Слава есть такой пункт, согласно которому, если он выигрывает досрочно, там есть бонус в 50 тысяч долларов. Это было ваше предложение или предложение Лидии этот пункт в контракт включить? Или это вообще какая-то распространенная история для бойцов UFC? Илья, у тебя вот все вопросы про деньги больше. Такой пункт имеется в контракте, это для дополнительного стимулирования бойцов именно завершать бои досрочно. Это часто применяемая практика. Не только UFC, и в других организациях тоже. У Хабиба такой был, кстати? Нет, у Хабиба совершенно другой контракт был. Ну, то есть, нет какого-то прямо стандартного контракта бойца? Стандартный контракт у бойцов бойцов, которые только приходят в организацию новичков. Когда ты уже выходишь на такую величину, ты там чемпион или же около каких-то, то ты уже под каждого бойца подстраиваешься индивидуальный контракт. А вы сможете какой-нибудь интересный пункт такой, не банальный, назвать, не называя имен, допустим, что у какого-то бойца было бы прям что-то действительно уникальное в контракте прописано? Нет, наверное, чего-то такого мне тяжело припомнить, знаешь, что там... Обычно бойцы ведь простые люди, да, у них там нету райдеров там, чтобы им там что-то такое экстраординарное привозили. Обычно это обговаривается в условиях, там, денежные условия, гонорарах, потом перелеты, проживание, то есть, больше ничего. Ну, то есть, нет такого, чтобы там, я должен жить обязательно в вип-номере сам? Нет, нет, я не помню такого. Я не помню такого и даже не знаю случаев у других бойцов, да. Это оно автоматически, оно всегда получается, когда ты там уже чемпионом становишься, и вообще, типа, там, условия, как говорится, улучшаются, да, немножко на другой уровень все выходит. А, Александр, вот насколько сложно бизнесом в Америке заниматься? Каким бизнесом? Ну, вот, допустим, бизнесом в ММА, ну, то есть, тем, чем вы, собственно, и стали заниматься? Медийный бизнес, очень тяжелая штука. Медийный бизнес? Да, очень, потому что это медийный бизнес. Это, в первую очередь, это медийный бизнес, это не спортивный. Если спортивный, мы там, можно любые соревнования создать, привезти там лучших бойцов и все такое, а тут уже нужно тебе это медиа подключать, тебе нужно так, чтобы у твоего шоу были и рейтинги, чтобы были просмотры, потому что рынок работает так. Сложно с телевидением договариваться? Вот в чем вот сложность? Там очень много таких кусков, которые тебе нужно составлять, и вот этих пазлов, которые приводит вместе, там одно от другого зависит. спонсора от телевидения, от телевидения, а спонсорство, показы от телевидения, телевидение, телевизионные контракты, а кто их показывает, ты знаешь, и один хочет это, и ты хочешь вот так, вот так, вот так, вот так, и тебе нужно как бы эту штуку, все. Инвесторы без телевидения не заходят, телевидение не пропадает, если нет инвесторов. А в России проще, как думаешь? В России вообще не работает правильный рынок. Нет, знаешь как-то, и да, и нет, потому что там немножко нестандартные работы, правила работы телевидения. Ну, то есть, у нас телевидение не любит платить за контент спортивный. Причины там, я не знаю, вы покопаете сами, почему они не любят, потому что нет большой конкуренции в спортивных телеканалах, или же не просят деньги, или нет денег, не знаю почему. Знаю, конечно, есть теории, но опять-таки, ну, просто сам рынок не так работает. Вот скоро стартует сезон The Ultimate Fighter, Конор и Майкл Чендлер там будут тренерами, и уже не раз проскакивала там на уровне слуха информация, что Тимур Валиев там принимает участие, а в какой он команде окажется, и может ли оказаться в команде Конор? О, вот эту я не знаю даже, мне саму это интересно посмотреть, вообще к чему это все выйдет. Так что ждем, с нетерпением. А Тимур будет принимать участие? Такая работа ведется. А кто-то еще из ваших бойцов, ну, потенциально может принять участие в сезоне делать в Майкл Чендлер? Еще пару парней есть, по которым работа ведется, потом объявление будет. Не имею права пока разглашать. Так Тимур Валиев, он Санхова хочет, может, на тренировать, мне кажется. Ну, вот, видимо, вот такое... В лучшем виде, на самом деле. Согласен. Получше Конора, короче, уж точно. Ладно, ну, Баризон, спасибо. Спасибо большое. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...